Плата за общедомовые нужды в Омске выросла в два и даже в три раза об этом сообщает омичи, которые получили первые в этом году квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Теперь за ОДН платят управляющим компаниям, они выставляют счета, причем имеют право не согласовывать их с жильцами. Порядок расчета тоже изменился, собственники платят уже не по общедомовому счетчику, а по нормативу. Только вот он в каждом регионе разный. Омичи уже заметили, что в январских квитанциях цифра в строке за ОДН выросла у некоторых в два, а у кого-то даже в три раза. Некоторых сумм их шокировали. Ранее речь шла о том, что переплат не будет и система станет прозрачнее. На электроэнергию выставили 5,05 с квадратного метра жилой площади. То есть у меня увеличилась плата за ОДН на 306 рублей. Хотя раньше мы платили, я по своей квартире буду говорить, я платила в среднем 80 рублей. Теперь я буду платить 306 рублей. С чего взяли такой тариф? Люди возмущены. И как это получается, и кому я это даю, и кто это берет. 402 рубля содержит ремонт жилья. Вот 402. И вот эти вот сейчас. 800 с лишним рублей. Я неделю проживу, старуха, на эти деньги. Это просто выдуривает как-то людей. Ну так бы и говорили, что на содержание администрации, на их золотые парашюты. По мнению экспертов, нововведения могут вызвать и другие проблемы. Во-первых, большинство управляющих компаний в регионе вообще не занимались такими расчетами. Им придется осваивать эти методики с нуля. Кроме того, счета жилищники выставляют по нормам, установленным РЭК. А вот платят ресурсоснабжающим организациям уже по факту часто намного меньше. Кому пойдет разница? Не надо бросать учет, не надо бросать передачу данных. Все это надо продолжать. Мы заплатили вам норматив, а факт был вот такой. В результате у нас сложится какая-то вещь, которую можно посчитать, а какова разница. И в какой-то момент собственник вправе задать вопрос и попросить перерасчет. Я думаю, что, конечно, будут дополнительные какие-то еще изменения, методические письма, постановления правительства. Потому что очень сложная отрасль.